Изделия из бисера и кружева, плетение из бересты, картины одинцовских художников, шараповские ходики. В Одинцовском волейбольном центре прошла первая выставка ремесел и промыслов «Мой край». Здесь представлена экспозиция ассоциации наших художников МИКа. Здесь на выставке работает наше активное долголетие со своими работами, которые не просто представлены нашими мастерами по вязанию, а работы, которые аппликации, которые они сделали. Они туда вложили, конечно, душу. Гостям выставки предложили принять участие в уникальном мастер-классе по изготовлению шараповских ходиков. Этим промыслом крестьяне из Венигородского уезда занимались еще в XIX веке. Сегодня желающие могли познакомиться с промыслом, посмотреть, как были сделаны ходики вот такие на заготовке, оформить их. И на выходе мы получаем настоящие часы. Виктор Парафейник, Наталья Николаева, Галина Шанина, Валентина Синько и Александр Ивашко. Одинцовские художники представили здесь свои лучшие работы. На картинах красота природы нашего округа. Посредством искусства, посредством живописи, музыки, поэзии мы проводим мероприятия, которые направлены на экологическое воспитание, этнографическое. Мы рассказываем о заповедниках нашей великой родины, рассказываем о красной книге нашей страны. Более 63 одинцовских мастеров представили свои уникальные работы. После удачного старта организаторам стало очевидно – потребность в таком проекте велика. Кстати, принять участие может любой желающий. Важно учесть некоторые особенности. Дать справку о своих увлечениях, о своем хобби и о тех изделиях, которые ты хочешь выставить на продажу. Ну и, конечно, одно из главных условий, чтобы, конечно, это делалось на Одинцовской земле. Чтобы эти изделия, конечно, отражали культуру, отражали специфику, но и какие-то действительно исторические корни и наследия нашей Одинцовской земли. Популяризация и развитие народных промыслов – главная цель организаторов выставки Одинцовской общественной палаты. А значит, мой край еще не раз порадует одинцовцев. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.